Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture, и мы с вами подводим итоги недели, обсуждаем главные тренды и стараемся осторожненько заглянуть в будущее настолько, насколько это возможно. Итак, друзья, давайте начнем с ситуации на американском рынке. Самое, пожалуй, главное на этой неделе – это начало сезона отчетности американских компаний. Первыми по традиции отчитываются банки Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America – все они показали рост выручки. Мы изучали отчеты в телеграм-канале и в Stocks и не оставили без внимания также комментарии топ-менеджеров о перспективах этого бизнеса. И вот, например, высказывание JP Morgan о том, что спрос на кредиты останется умеренным, принесли такой некий оттенок легкой грусти к ожиданиям инвесторов, и в итоге на положительном отчете акции упали. Оказалось, что американцы, которые располагают накопленными во время пандемии сбережениями, не только не нуждаются в новых кредитах, но и более того, хотят досрочно погасить существующие. А как банкам жить без выдачи новых, если это не инвестбанк? Bank of America и Citigroup подтвердили выводы JP Morgan Chase, и после этого банковский сектор стал падать, но, правда, через довольно короткое время восстановился. Теперь давайте обсудим ситуацию на рынке в целом. За неделю что мы с вами увидели? Индекс S&P 500 и NASDAQ обновили свои многолетние максимумы, а промышленный Dow Jones подрос на 2%. С точки зрения отраслей мы видим, что продолжается рост акций технологических компаний и золотодобытчиков. В лидеры вырвались сектора биотехнологии и ритейла. И рост связан здесь с показателями по розничным продажам. Мы увидели рост почти на 10%. Данные по розничным продажам – это такой очень важный индикатор потребительских расходов. И он напрямую коррелирует с уверенностью потребителей, и его можно рассматривать как показатель отчасти темпов развития американской экономики. Инфляция, как мы видим, в США подросла до уровня 2,6%, но пока что это вроде как приемлемый уровень для Федеральной резервной системы. Ну а в целом макроданные говорят, что экономика восстанавливается и находится в фазе подъема. Прибыли компаний растут по отчетам, по крайней мере, и, скорее всего, с дальнейшим восстановлением экономики продолжат рост. Про гособлигации пару слов. Мы видим, что доходности стабилизировались, и 10-летние трежерис гособлигации США опустились ниже отметки 1,6%. На этой неделе Минфин провел аукционы, на которых был виден явный спрос со стороны инвесторов. И главные подозреваемые в интересе к облигациям – это хедж-фонды и японские инвесторы. Последние, обратите внимание, купили зарубежных облигаций почти на 16 млрд долларов. Но тут нужно, конечно, проявить осторожность и все-таки сравнить данные по инфляции с доходностями по облигациям. Если уровень инфляции сейчас 2,6%, то и доходности 10-30-летних облигаций будут к этому уровню тоже стремиться. А это значит, что нас может ожидать еще одна коррекция на фондовых рынках, как мы уже видели в начале года. Теперь пару слов про индексы страха и доллара. Индекс страха ВИКС отражает волатильность на рынке. Когда инвесторы ничего не боятся, ВИКС падает, рынок растет. А на коррекциях, когда начинается паника, ВИКС взлетает. И видно сейчас, что волатильность на рынках достаточно низкая. Что касается индекс доллара, это отношение американца к шести основным валютам, он вышел, наконец, кажется, из нисходящего тренда. С точки зрения отчета, друзья, следующая неделя будет достаточно горячей. Так мы с вами увидим отчеты таких гигантов, как Coca-Cola, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Lockheed Martin, Verizon, Intel и AT&T. Многими любимые. Это из тех компаний, которые находятся на слуху. Что ждать по американскому рынку? Ну, смотрите, скорее всего, сезон отчетности будет оказывать поддержку для индексов. Экономика восстанавливается, еще раз повторюсь. Но при этом еще не все показатели достигли до кризисных уровней. И, соответственно, ФРС будет продолжать стимулирующие программы. У нее пока нет другого выбора. И в итоге базовый сценарий на следующую неделю – это продолжение роста индексов, если, конечно, ничто не вмешается. Напомню такой интересный факт. За последние пять месяцев инвесторы вложили в акции больше денег, чем за предыдущие 12 лет вместе взятых. 569 миллиардов долларов против 452 миллиардов. Да, многие говорят о финансовом пузыре, вспоминают кризис доткомов. Но все-таки, мне кажется, не совсем корректно эти периоды сравнивать. Потому что мир меняется, на рынок пришло много новых розничных инвесторов, а торговля при этом стала алгоритмической, простите, с использованием роботов. То есть и среднее время удержания актива упало, а объемы, наоборот, выросли. Про китайский рынок хочу пару слов сказать, потому что китайская экономика-то восстанавливается. Но вот китайский индекс Shanghai Composite отстает от мировых рынков с ноября прошлого года. В чем причина? Да, если вот учитывать то, что мы увидели на этой неделе, что рост экономики Китая за первый квартал составил 18%, а экспорт вырос на 49%. Вроде бы это должно все толкать наверх китайские акции. Что же здесь, собственно, не так? Смотрите, дело в том, что, во-первых, китайский ЦБ стал первым понижать объемы предоставления ликвидности, опасаясь перегрева экономики. Кроме того, в довесок разбушевались еще и китайский антимонопольный регулятор. Вы слышали, что на этой неделе власти Китая оштрафовали компанию Alibaba на 2,8 почти миллиарда долларов. Но на этом коммунистическая партия не успокоилась и призвала 34 ведущих технологических компаний страны, такие гиганты, как Tencent, ByteDance, Baidu, JD и другие, устранить антиконкурентные приемы, чтобы не повторилась ситуация с Alibaba. Звучит достаточно устрашающе. Кроме того, опасения инвесторов вызывает и ситуация с крупной государственной корпорацией China Huarong Asset Management, который управлял недавно казненный после обвинения в коррупции Лай Сяомин, известный как бог богатства. Инвесторов беспокоит даже не столько его судьба, сколько то, будут ли покошаться облигации компании на 23 миллиарда долларов и вмешается ли государство. Если Huarong не сможет свои долги покосить, то это поставит под сомнение основной принцип китайских инвестиций, то есть государственную поддержку важных для государства предприятий. И такой новостной фон, конечно же, вызывает тревогу на местном рынке, и именно поэтому китайский рынок отстает от роста своих соседей. На долгосрок мне китайский рынок нравится, мне кажется, что вот эти растущие компании должны прорваться все-таки через любые регулятивные вмешательства и проблемы рано или поздно, хотя в ближайшее время, конечно, вполне возможно еще какая-то волатильность и негативные тенденции, мы не можем этого исключать. Теперь давайте обсудим ситуацию на товарных рынках. Цены на промышленные металлы продолжают торговаться на своих исторических пиках, а вот цены на драгоценные металлы сначала падали, но недавно и они тоже развернулись. И с начала апреля, например, серебро подорожало на 5,5%, а золото более чем на 3%. Какие причины за этим стоят? Во-первых, стабилизация доходности по облигациям США. Во-вторых, высокие значения ожидаемой инфляции, возврат инвесторов в защитные активы, общий отложенный спрос на сырьевые товары. И, кроме того, у нас возвращается потребительский спрос на ювелирку и предметы роскоши. Мы говорили с вами про Индию и другие страны. Что будет дальше с золотом? Если произойдет краткосрочный рост доходности по американским облигациям, то в драгоценных металлах, скорее всего, произойдет рост волатильности. Это может привести к новому снижению котировок. Но в целом общая долгосрочная тенденция на рост драгоценных металлов должна сохраниться. Нефть на этой неделе оказалась фаворитом рынка. Цены на нефть марки Brent прибавили около 7%, WTI около 6%. Сильные макроданные нам очень навязчиво намекают на восстановление экономики. Это все отражается, конечно, в нефтяных ценах. Спрос восстанавливается быстро, а ограничения по добыче все еще действуют. Отсюда и возникает рост цен в таких благоприятных обстоятельствах. 28 апреля состоится у нас очередное заседание стран ОПЕК+. И вот это будет очень интересно, какое решение в текущих условиях ОПЕКовцы все-таки примут. Наконец-то мы добрались до рубля, которому на этой неделе прилично досталось, его мотало в разные стороны. То обострилась напряженность в отношениях с Украиной, рубль выше 78. То вдруг Байден решил Путину позвонить, рубль ниже 76. А потом Байден взял и подписал закон об антироссийских санкциях, которые касаются госдолга. И снова рубль в моменте был выше 77. Но в итоге неделю мы закрываем ниже 76 снова. Что дальше? Давайте разбираться. Какие есть факторы? Во-первых, скоро заседание Центрального банка Российской Федерации, на котором, скорее всего, ставку повысит. Кроме того, впереди налоговый период компании-экспортеров. Это тоже плюс для рубля. Санкции, да, есть. Но в целом страна к ним готова, потому что внешний долг довольно низкий. И подушка безопасности средств ФНБ большая. В целом, как ситуация на рынке ОФЗ у нас выглядит. По понятным причинам доля нерезидентов еще не была никогда такой низкой. Меньше 20%. То есть, просто сейчас некому бежать из ОФЗ и распродавать рубль. Сейчас доходность по 10-летнему ОФЗ около 7%. И это, справедливости ради, намного выше, чем в долговых бумагах развитых стран. И рано или поздно это должно привлечь нерезидентов. Если они опять вернутся на наш рынок, то им придется покупать рубли и продавать валюту. Это, конечно, позитив для валюты. Есть, конечно, доходности по облигациям и повыше, чем в России. Например, Турция больше 17%, Бразилия больше 9%. Но в этих странах все-таки и внешний долг огромен, и инфляция фантастическая. Поэтому на их фоне даже наша экономика выглядит скалой. А санкции, которые мы обсуждали на этой неделе, оказались по-прежнему такими достаточно косметическими. Да, вроде как запрет на госдолг, вроде как пожестче, чем раньше. Но по факту-то на вторичном рынке госдолг по-прежнему новый может обращаться. Поэтому, если очень надо, то деньги привлечь, насколько я понимаю, будет можно. Хотя Минфин сказал, что не очень-то нам пока и нужно. Про инфляцию, которая является самой острой проблемой в развивающихся странах. Рост инфляции сказывается на высоких колебаниях национальных валют. И это, конечно, плохо для экономики. Ну и вот ЦБ уверяет, что мы все-таки уже прошли пик инфляции в марте. Верить или не верить, не знаю, решайте сами. Но регулятор усиливает свою политику по целевому уровню в 5% на конец года. Повышается ставка, используются механизмы регулирования денежной массы в обращении. И это все вместе для рубля в целом плюс. Триггеры для ослабления рубля, все-таки, справедливости ради тоже отмечу, сохраняются. Чтобы вы меня не обвиняли в излишнем оптимизме. Потому что геополитические риски никуда не ушли. Новые санкции в целом-то возможны. Что-то вроде отключения от глобальной платежной системы SWIFT. Либо какие-то ограничения по конкретным компаниям, отраслям Российской Федерации. Поэтому есть риск того, что после получения дивидендов по российским акциям, инвесторы могут их направить на покупку валюты. А не на то, чтобы снова реинвестировать их в российский рынок. В целом, восходящий тренд по индексу Мосбиржи с января сохраняется. Смотрим на график. Видим там, конечно, волатильность, длинные тени. Меняется окраска японских свечей, если вы смотрите на теханализ. И у инвесторов, с одной стороны, есть прибыль по инвестициям. Но есть также и желание эту прибыль зафиксировать. Пока дивидендов на сезон российскому рынку поддержку оказывать будет. Что будет дальше, у меня пока вопросы. Давайте итоги все-таки подведем. Соответственно, на следующей неделе инвесторы будут смотреть на отчетность американских компаний. Также пройдет заседание Европейского центрального банка, который, скорее всего, оставит ставку без изменений. И выйдут в США и Евросоюзе индексы деловой активности, PMI, так называемые. И вот это будет интересно, потому что всего лишь две недели назад эти индексы установили рекорды за 20 лет. Посмотрим, что будет сейчас. Российский рынок будет, конечно, смотреть на пятничное решение по ставке от Центрального банка. И велика вероятность, что ее снова повысит. В целом, по мировым индексам, пока базовый сценарий предполагает рост индексов, по крайней мере, во время сезона отчетности и дивидендного ралли. Восстановление экономики продолжается. Макро-показатели на это намекают. Так что, в целом, это тоже фактор, который, скорее всего, рынки пока будет поддерживать. Не вечно, но пока, я думаю, что будет. Друзья, ну что, на этом сегодня у меня все. Я надеюсь, что было интересно. Если это так, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик и писать комментарии. Большое спасибо, что вы поддерживаете нас со своей активностью и помогаете нам развиваться. Я на этом буду с вами прощаться. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture.